Всем привет! Вы на канале Clownbox World Travel. Мы сейчас собираемся в музей электрического городского транспорта. Вот это так выглядит этот музей. Направка Look Oil. Какой-то Mercedes. Геологический комитет. Вот. Но я немножко раньше пришла. Немножко раньше пришла. Пойду еще позавтракаю, вернусь к метро Васильостровская. Вот. Ну, тут в 15 минутах, да, от метро. Такой. В общем, сейчас туда пойдем. В 12. Я на час раньше приехала, думала об артово. Оставайтесь с нами. Будет интересно. Всем привет! Мы в музее городского транспорта электрического. Сейчас пойдем на экскурсию. Ждем. Ждем экскурсоводы. Так. У меня тут уже немножко... Такой... Что за Андрей Мухин? Электротранспорт Санкт-Петербурга. Музей. Экскурсионные группы здесь. Экспозиционно-выставочный комплекс. Городского электрического транспорта. Туристический трамвай. Сейчас поедем. А он еще такой какой-то троллейбусик. Сейчас все узнаем. А место сбора... Ну, и на экскурсию. Экскурсия в 12. Она идет там то ли два с половиной часа, то ли два. Ну, экскурсия интересная, я знаю. Это музей электротранспорта. Но... Поездка на трамвае, на старинном, она в 13 начинается. То есть я как бы заплатила за экскурсию, но я с половиной экскурсии уйду и поеду на трамвае. Вот. И место сбора прямо здесь. Что-то тут пока три человека пришло. Я третий человек. Вот. Место сбора прямо здесь. Адрес Средний проспект, 77. Вот. Ну, и тут надо заранее купить билет. И на трамвай, и на экскурсию. По 500 рублей билеты. В трамвае у нас двух заводов. Ленинградских, Утиловского и нашего ВРЗ. Троллейбусы все приезжие. Все понаехали. Их вот здесь четыре штуки в этом ряду. Двери в троллейбусы закрыты. В троллейбусах наших посидеть можно один раз в году. И это не Новый год. Это май месяц. Парад старинной техники на инженерной улице около цирка. Если никогда не были, запланируйте себе на следующий май. Трамвай, ребята, постарше, покрепче. В них можно входить, задеться на сцене, высовываться из окон. Ну, не вываливаться возможностей. И в вагонах попрошу ничего не крутить. Все можно трогать, но не крутить. Даже если вы сможете починить потом, то, что сломаете, все равно не стоит. Все крутить. Ваги у нас можно в вагоне конки, вот там синий. И вот на сцене два макета. Видите, стоячая кабина, там где водитель стоит, и сидячая, уже более поздняя. И в курсе состоит в том, что я рассказываю историю развития общественного транспорта в нашем городе на примере наших экспонатов. Ну, насколько нам это нужно? Нужно, да? Да. Хорошо. Давайте по конкурсаме. Начнем с макета. Посмотрим на все это с высоты птичьего полета. Вот это прекрасный макет. Макет нашего трамвайного парка в его лучшие времена. Сейчас тут не все на месте. Вот здесь у нас заброшка, но основные здания и сооружения, собственно, доэволюционные, на месте. Вот это средний проспект, по которому мы все пришли или приехали. Мы прошли через проходную и вошли вот сюда. Да. То есть наша экспозиция находится вот в полусарае. Вот эти три здания называют нам вагонные сарайи. Так они называются. 1907 год нашему парку в 18 лет. Здесь у нас экспозиция, здесь у нас ремонтная зона, где ремонтируют старинную технику для нашей же экспозиции. Электрический трамвай действует в Санкт-Петербурге с 1907 года. Совершенно верно. Вот в этом вагонных сарае до сих пор живут трамваи, которые ходят по улицам Васильского острова. 40-й, 6-й. Вот они вот так приезжают, здесь отстаиваются, обслуживаются и выезжают снова. Поэтому там, на улице, на рельсах с ними нас никто не ждет. Там трамвайный парк. Мы вот только здесь внутри. А еще можно спрашивать? Можно. Как-то слышала такую байку, что там для электротранспорта раньше надо было очень много ртути, и что это очень вредно, и где-то она собиралась. Это для того, чтобы электрические какие-то механизмы, какие-то там лампы приходили. Ну, были у нас ртутные предохранители. А, ртутные предохранители. В небольших количествах. И понятно, что там были колбы запаянные, и не то, чтобы эта ртуть куда-то, понятно, что добилась. То есть это байка. Были не было массового каких-то. Нет, нет. А еще вот в районе цирка была станция трамвая? Подстанция. Подстанция. Электрическая подстанция. А, электрическая. Трамвай. Трамвай. Контактная сеть. Была построена электрическая электростанция. Тепловая электростанция на Атаманской улице, которая вырабатывала электрический ток, и по кабелям уже на шесть подстанций унижающих передавалась. И вот одна и три. Но около цирка это уже с советского времени подстанция. Потому что в советское время расширялось трамвайное движение. И, собственно, мы уже все время строим какие-то подстанции. Все время. Да. 1907 год. К этому времени во многих городах мира и Российской империи трамвайное движение уже хорошо просят. А Петербург – столица. Большой богатый город. А трамвая нет трамвейных. Петербург был 27-м в списке городов Российской империи, где пошел трамвай. Даже ни в первой десятке, ни в первой двадцатке. Несколько причин. Это была одна из них. Географическая. Город у нас ровный, плоский. Зачем нам трамвай? У нас школа справлялась со общественным транспортом. Вот как мы по рейсам. Городская полная железная дорога. То есть это железная дорога. По рейсам вот эти вагончики едут. Но вот как такой вагончик можно было две лошадиные силы. У нас там на экспозиции стоит вагон, для которых довольно полуярные лошади. У нас скамейки на крыше называются империалы. То есть в два раза больше уже пассажиров помещается в такую вагон. Поэтому две лошади. Сколько была частная собственность? У каждого собственника, организатора, собственно, одно товарищество, два акционерных общества в конце 19 века. Хороший бизнес. У каждого обществу и товарищества свои рейсы, свои лошади, свои маршруты. И не то, чтобы они были уже любым сужбой, а они все-таки конкурировали за пассажиром. В то же время они не могли бы по одной улице устроить там сразу три пути. Три пути они как не могли. Поэтому это все, конечно, было хорошо, бизнес хороший. Но городским властям это все не очень нравилось. Ну и пассажирам, в общем-то, тоже. Хотелось это все объединить, как-то манифицировать. Но удалось это только уже в 20 веке с введением электричества. А в 18 веке, в 80-е годы, ну, Господи, 18-19 век, 80-е годы во всем мире научились работать электричеством, передавать на расстоянии инженеры, которые придумали много всего, чтобы оставить крутиться, двигаться, светиться с помощью электричества. Но любому стартапу нужен инвестор. У нас в городе тоже много инженеров, практиков, которые, пожалуйста, публичные опыты там освещали мосты электрическими лампочками, проводили опыты, может, там, по перемещению. В том числе вот Павлович Пиротский в августе 1880-го года взял на прокате в иконочном парке в Рождественском вот такой вот вагончик, командовал за свой счет моторги, и вагон поехал. Кто-то, 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 кто-то. Ну что ж, боже мой, какая прелесть. Он думал, сейчас скажут какой-то молодец Пиротский, давай мы в городе организуем уже электрический трамвай. А ему сказали, ты Пиротский молодец, у нас в лошади хорошо помер, а твое электричество, кто его видел? Ну, в общем, понятно, что владельцам конки не нужны были никакие новые технологии. А вот братья свинцы, у них в том числе и в Петербурге был филиал, они за всем этим тоже во всем этом борелись, вот во всем этом. И уже через год, в 81-м году под Берлином они нашли работу инвестора. И коммерческий трамвай уже пустили. Ну, именно коммерческий, то есть само по себе движение еще до этого давно было, и на каких-то заводах, и на каких-то грузовых линиях. Но все-таки даже в нашем городе постепенно бизнесмены в том числе понимали, что электричеством нужно пользоваться. В 1894 год у нас образовалось общество эксплуатации электричества. Ну, одно из нескольких. И один из их проектов был вот такой электрический перевоз через мину. Вот как на трамвайчике через мину переехать. Конечно, зимой бывает у нас зима, бывает у нас лед, и сейчас иногда и в те времена тоже не каждую зиму. Но все-таки с конца января до конца марта у нас и чаще всего тут мороз, снег, лед, можно положить электричество, натянуть вот эти воздушные контактные сети, вагончики поехали. Две копеечки в ЖИК, вот это пристык сальвом у нас около Альмиралтейства. Два тема моста еще не было, мимо на Мытневскую набережную. Две копеечки в ЖИК на Мытневскую набережную на зоопарк. Какая прелесть. Три-четыре летние устраивались в разные годы, и на нем полумиллион пассажиров успевали воспользоваться. То есть это очень хороший финансовый результат. Последний раз такое перевозку устраивали в 1910 год. То есть уже в городе были трамваи, автобусы, конка все еще ходила, или новый трамвай. Все находились пассажиры, все тут вагона невесело. Ну, в любом случае, в 1902 году уже приняла решение, что нужно развивать технический программ. Вы начали выкупать, закончили уже выкупать гоночные парки и рейсы у гоночников. Все это объединять и именно проектировать, планировать все это устроено. Закупать вагоны, обучать персонал. И вот 29 сентября 1907 года первый трамвай отправился от Адмиралтейского проспекта через Благовещевский мост сюда на Васильевский остров 8-9 линия. Доехали за 7 минут. Сейчас мы не можем проверить долго эти рекоры. На этом пути трамваи не ходят. Но на тротуаре Адмиралтейского проспекта есть кусочек трамвайного пути. Видели? Да. Что-то такое. Кто не видел, да, посмотрите. Улыжник, два отрезка лица и надпись. Большая именно там. Ликот Фонтан. Вот на этом прекрасном макете, очень достоверном. Вот, собственно, здесь и представлено, как это все выглядело. Во первых двух пудках. Ну и воздушная контактная сеть. Контактная сеть крепилась на вот такие красивые опоры. Ну, 1907 год, стиль модерн. Какие еще могли быть опоры в центре города? Сейчас такие опоры у нас есть только в одном месте в городе. А то на Троицком мосту, а на улице у города контактная сеть на растяжках. До 1917 года такой способ был затруднительным. Все дома были в частном собственности. Пришлось бы договариваться и кладить каждому. А после 17-го, пожалуйста, там все не стало поздно, если здесь мое. С другой стороны, когда с улицы убрают, просто красивые, но довольно громоздкие опоры. На проезжей части стало просторнее. Меликосы, она чуть ли ниже партия. То есть, конечно, удобнее. А первой партией вагонов было закуплено 190 штук в Англии. Брэш. И, собственно, петербургские пассажиры стали называть властного брэш. И вот здесь, как раз на макете, у нас брэшка представлена. Также у нас вагон похож по конструкции на вагон конки. То есть, пассажиры сидят внутри в салоне. Вагончик может ехать в одну сторону в другую. И площадки тоже открытые. И тут у нас решетка, видите, на входе. Конка ездила медленно, 5-6 км в час. И сейчас уходить и выходить на фото не запрещалось. А трамвай уже едет быстрее. И уже это опасно, если они будут прыгать туда-сюда. Поэтому вот такие решетки. Световой фонарь. Вот эти фонарчики открывали для того, чтобы воздух циркулировал. Поворотников еще нет. Один буферный фонарь освещает путь впереди. На крыше, кроме таблички с номером маршрута, есть еще слева и справа от этой таблички какие-то фонарики. Это не осветительные приборы, это сигнальные приборы. Маршрутные огни. Вот на этой картинке представлены на 1913 год примеры маршрутных огней. Каждому маршруту, кроме номера, принадлежат сочетания двух цветов. Собственно, оно и сейчас у нас продолжается эта традиция замечательная. Некоторые маршруты, вот шестерка, видите, в тринадцатом году два синих. И сейчас из нашего парка выходят два синих. А вот тройка ходит самый красивый маршрут по Садовой. Видите, был зеленый и красный, а сейчас там желтый и синий. То есть меняется. У нас на сайте Ворэлектротранса есть полный список этих маршрутных огней по годам. Для чего это придумано, вся эта красота. Для работников трамвая с самой практической целью. Знаете, да? Не знаете. Поэтому сейчас выясним уже о вагоне электрического трамвая. Переводим по дорогам. Вот эти два вагончика, конка и брешка, это у нас реплики. Все остальные вагоны будут прям настоящие, преднастоящие. У них вы сможете войти самостоятельно. Здесь в конке все, что найдете, эти два вагонки тоже сможете. А вот с вами вот этот вагон, это Кутиловского завода. Кутиловского завода. Это прям старый, да, трамвай вот этот? Да. Ага. Трамвай Кутиловского завода. Как лихо. Приктоп. Красота. Тридцатых уже годов. Но оформлен он как именно начало века. До эволюционной. С открытыми площадками. Такое. Вот оно, пожалуйста, светлое дерево лакированное. Освещение, лампочки. Отопления в 1907 году в трамваях не было. Вот эти печки, это для нас с вами. Современных экскурсантов и экскурсоводов. Потому что все наши трамваи, все наши машины в музей на ходу регулярно выезжаем в экскурсии, праздники, парады, киносъемки. Все наши вагоны знаменитые киноартисты. Здорово. Здесь у нас кондуктор. Тут у нас пассажиры. Зимой. Перескрываем. Летом. Окна открываем. Все просто. Кондуктор у нас продает билеты, следит за порядком, закрывает решетки, дает сигналы к отправлению. Вот такой. Это сигнал для вагоновожатого, который стоит на открытии площадки. Вот таким образом управлять, смотрит вперед. Вот это частичное остекление, от него, собственно говоря, комфорта-то никакого, да? Так не для вагоновожатого, оно тут и установлено. А для того, чтобы приборы управления не многочисленные, скажем так, ну, защитить от воды. Климат у нас мокрый. Если стекло лобовое залило дождем или снегом засыпало, можно вот так вот его почистить. Видите? Простой и надежный механический устройство. Между прочим, между прочим, только уже в начале 50-х годов приказ мы нашли в архиве о том, чтобы массово оборудовать стеклоочистители и воздушными приводами. А так вот вручную их крутили. Левая рука вагоновожатого на ручке контроллера в одну сторону, ход скорость прибавляется, в другую сторону тормозит и останавливает. Здесь так и написано, ход и тормоз. Вот и все. Ну и левый. Но электрический разгон, электрическое торможение довольно инеррационная история, чтобы сократить тормозной путь. Вот тут еще есть один тормоз. Сейчас пневматически нажимаем, дотормаживаем. В трубочках сжатый воздух из приборов контроля здесь только один. И это манометр. Все. Даже сфидометра нет. Лишнее это. Лишняя информация. Не нужно это. На макете, когда будете нажимать на ручку, вот так будет звенеть звонок. У нас этот вагон не подключен. И сейчас в современных трамваях, если обращали внимание, когда он тормозит, подтормаживает, то звенит. Уже тихонечко, но звенит. Ну и конечно, любое транспортное средство. Ручной тормоз. Любое транспортное средство. Даже табуретка на колесиках. Если у нас есть дома, хотя бы одна есть колесико со стопором. Вот. Зачем трамвай рулевое колесо? Он же едет по рельсам. У него даже поворотников нет. Нет. Это ручной тормоз. Там вот в Конке тоже ручной тормоз. Это вот цепь под полом. Довольно громоздкое. Чисто механическое устройство. Ну вот в Конке да. Такое колесо мы нигде не крутим. Потому что сейчас это вот мы на столеночке. Угу. Также здесь у нас есть, так, ну вагон у нас двухосный, четырехколесный. Вот тут эти дверки с ручками, да. И четыре колеса. Над каждым колесом в этом вагоне есть вот такой волшебный ящик с песком. Охлаждать. Эти тормозные. Увеличивает сопротивление между колесом и рельсом и колесом. Рельсы гладкие, колеса гладкие. Да, да. А если мокрые летом. А если зимой обледенели. А осенью самое страшное для трамвайщиков листопад. Да. И в любое время года у нас мостов еще много и сейчас арочных. На мост надо подняться и обратно не съехать. А потом аккуратно спуститься. И вот везде, во всех этих случаях можно понадобиться увеличить сопротивление между колесом и рельсом. Да. Так вот когда вагоны вагоны чувствуют, что вагон не слушается. Живет своей жизнью. Ручку пневматического тормоза налево до упора. Открывается там заслоночка из вот этой патрубки вот такой. Автоматический. Диаметр. Высыпается вот в случае с этим вагоном ну и грамм 400-500. Такая нормальная такая кучка. В любом случае до сих пор песочницы в трамваях есть, в сапсанах есть, во всех магистральных локомотивах. Мое рельсовое транспортное средство до сих пор песочницами пользуется. Электроника электроникой. Ну понятно, что в сапсанах там и песок специальный, и высыпается он там поштучно, если высыпается. Но тем не менее, функция эта есть. Ну и в общем как-то вот и все. Видите, довольно простое устройство трамвай. Собственно, почему он и хорош, что он просто. Есть здесь у нас еще вот такая вот штучка, непременно в каждом вагоне вот у водителя. Это лобик для перевода стрелок, механического перевода стрелок. В целом сейчас у нас в городе такой способ, конечно, не штатный. Встречается нередко, но в общем это не инженерная уже проблема, это проблема обслуживания. Ну вот у нас в парке все стрелки 1907 года, и никому не пришло за 117 лет, чтобы вы их электрифицировали. Переводят в ручную. В разных городах России опять-таки по-разному. Первая половина 20 века инженеры еще не придумали, как стрелку переводить автоматически, дистанционно. Поэтому стрелки переводились в ручную. И кто переводил эти стрелки, как вы думаете? Слогоны. Машиниста мы вообще оставили в этом в Шеставерном музее. Вагоновожатый. 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 Чтобы перевести стрелку, он должен что? Остановить. Остановить вагон, взять ломик, выйти, пойти на стрелку, перевести, вернуться, вставить ломик, когда едем дальше. Если у нас на маршруте 2-3 стрелки, вообще не вопрос. А если на каждом перекрестке, то на работу мы сегодня не сразу приедем. Поэтому, чтобы такого не получалось, чтобы убыстрить весь процесс, были специально обученные люди. Отдельная профессия, конечно, стрелочники. И вот эти сигнальные маршрутные огни на крыше вагона. Это именно для стрелочников. А пассажиры это уже побочный продукт. Но когда класс исчезли, все переучились на вагоны вожатых, все равно эта традиция с маршрутными огнями у нас осталась. И используется до сих пор вполне достарея. В других городах люди ориентируются в трамвайных маршрутах. Даже не могу себе представить. Ну пойдемте посмотрим на эти маршрутные огни на разных моделях. На этом вагончике, видите, они такие как будто фонарики на крыше. Здесь они уже 30-е годы вагон. Уже не на крыше, а внутри. Слева и справа от номера красный и синий. Дальше у нас стали вагон 49-го года. Там ступенчатые линзы с фильтрами. А вот 34 маршрут, 68-й год, уже стрелочников нет в природе. Там вот такие наверху, видите, такие узенькие. То есть уже очень смешные. Чисто дизайнерская такая вот штучка. Но как бы традиция, она сохраняется. Итак, вагон Путиловского завода. Путиловский завод до революции делал вагоны. И после революции, ну правда, после революции до 25-го года у нас тут всякие войны, всякие разрухи, никто ничего не делал. Но с 25-го по 32-й год Путиловский завод уже называется Красный Путиловец. И вот как раз вот эти два вагончика, поезд. Видите, это поезд. Первый вагон моторный. У него на крыше только приемник. Система бугля – это просто прицепик. Обычно ходили вагоны, поезда по три вагона. Моторный и два прицепных. Но в целом чертеж тот же, что и до революции. Ну вот две и появилось. В конструкции немножко меньше дерева, больше металла. Ну и он так и называется. МС – моторный стальной. Тут уже сталь какая-то применяется. Именно рама там и прочее. Больше тысячи таких вагонов Краснопутиловцы сделали. Но город растет, заводы и фабрики работают. На работу всем со страстью едут. Потом с работой. Потом и сняли на футбол. Приладает всех этих вагонов. Внутри хорошо тем, кто туда набился. Дверь закрыли и им уже тепло. Ну, а мы с вами не поместились. Пока там ворон ловили. Микит, пожалуйста. Вот же подножка. А ручка какая удобная, правда? Я прыгаю на подножку, держусь за ручку. Молодец, я молодец. Но я не одна такая умная. За мной прыгает второй, третий, четвертый, пятый. Мы все весело висим. Потом мы где-то там на повороте при торможении все весело спрыгиваем. Кто более удачно, кто менее удачно. Кто-то отряхнулся, пошел довольный. Кто-то шишки синичей потирает. Кто-то утратил части тела. Иногда критически важные для жизни. То есть это была такая проблема. Прямо городская проблема. Этих людей, которые висят на подножках, называли весельники. Они тоже же такой удобный банк. Что-то кого-то не поставить. И держаться можно столько всяких удобных. Этих называли колбасники. Потому что вот эта часть сепки на профессиональном жаргоне называлась колбасой. Эти весельники колбасики, конечно, очень докучали. И трамвайщики, и милиции. За проезд не платят. Вагон ломают. Скорую помощь вызывают. Одни убытки. Но не милиция справилась с этой публикой. А инженер. Инженер конструкции. С 1932 года Путиловский завод перестает делать трамвайные вагоны. У них там тракторы, танки и прочие полезные в хозяйстве вещи. А у нас на Чугунной улице строится специальный трамвайный завод. Как еще в советское время будут строить трамвайные вагоны. И подножка внутри. И ручек-поручки нет. И никак цепляться и висеть снаружи уже затруднительно. Ну, нам и не надо. В газете писали, что это вагон гигант. Он действительно большой. Смотрите, как он литый, не длинный. А за ним еще прицепной таких же габаритов. В газете написали, что все поместимся внутри. Эта дверь у нас для выхода. Видите? Вот эта дверь у нас для входа. Мокрая и удобная. Прошел к разным сажатам. Вот, вагон действительно большой. Это уже четырехосный вагон. О, широкий. Вот спалу дверки с ручками. Раз, два, три, четыре. И пошире, да? Ну, пошире он может быть незначительно. Потому что ширина колеи осталась неизменной. Но его конструкция уже другая. Уже ближе к нашему транспорту современному. Чем к тому вагону идти не толкают. Туда-сюда он не едет. За нами еще прицепной. Четкран для кондуктора. Высаживать зайца. Он едет только вперед. Видите, вагон там еще стоит. Приборы управления за 30 лет не сильно двигались. Но кабина с дверью все. Вагон в домике. Никто его уже не толкает, не пихает. И видите, не просто застеклена кабина и рейлинги вот эти, чтобы никто там его из стекла не выделили на водителя. Потому что пассажиров много. Много. Это на один квадратный метр пола стоячих пассажиров по норме в 1933 году до десяти человек. И понятно, ну это цифры не с потолка взяты. Это экспериментально выяснили. Мы проверяли на студентах. Их можно заснуть, да? Да. Комплекции, да. Всех удавтывали, всех удавтывали. Лев Николаевич Толстой очень любил детей. Бывает, набьется, полная горница детей. Он кричит, еще, еще. Вот это так же. Да, 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 да. Ну понятно, что это вот так вот все плотненько. И так вот туда-сюда ходить не будешь. Если сейчас мы в трамвае и автобусе в любую дверь входим и выходим, то здесь так не получалось. Средний дверь вход широкий, удобный. Все дружно входят. Тут у нас кондуктор. Покупаем билеты. И приберемся к выходу, готовимся заранее. Вот у нас две двери на выход. Там кто-то вышел, новые вошли. Так вот друг за дружечкой. Но третья дверь у нас не только для выхода. Некоторые граждане могут через нее входить. Через переднюю дверь, кстати, тоже могли некоторые граждане входить. Там какие-то депутаты Верховного Совета, какие-то милиционеры. И, кстати, а беременная женщина у нас в витрине. Там есть специальный пропуск. То есть она могла входить через переднюю дверь, но через переднюю площадку без правонахождения на ней. То есть это совершенно сказочные правила. Но при этом она все равно платила так же, как и все. То есть это была у нее специальная большущая карточка на право прохода через переднюю дверь. То есть особенные люди могли входить. Ну на самом деле очень удобно. Кто-то вышел и вроде как там какое-то место образовалось. А тут все толкаются, пихаются. Ну вот третья дверь. Там можно было входить гражданам с багажом. Чемодан, мешок, корзина. Там такая багажная площадка. Я там стою со своим чемоданом, отхороняю чемодан. Кондуктор ко мне подойдет, продаст билет мне 15 копеек. И моему чемодану 50 копеек. Можно было провозить там служебную собаку в наморднике за 50 копеек. Пожалуйста. Ну и некоторые граждане, конечно, могли ехать бесплатно. Вот беременные должны были платить так же, как и все. А мельцамеры, пожарные в рабочей одежде и каске, красноармейцы с винтовками. Все могли ехать и бесплатно. И некоторые дети. Сейчас у нас дети младше 7 лет ездят бесплатно. А тогда мог ехать ребенок любого возраста, если его рост не превышал 1 метр. Вот эта загородка, с которой сидит кондуктор еще и ростомер. Кондуктору очень удобно. Выше покупай билет, ниже проходи бесплатно. На самом деле сейчас 4-летние дети приходят уже выше 1 метра. Ну, это знаете, уже несколько поколений. Хорошо кормили. И детей тоже кормим. В 30-40-е годы, даже если мы не берем войну и блокаду, питание было сумнее, народ был мягче, дети и взрослые. Это правило работало до конца 50-х годов. Вагон был сделан в 33-м году. Последний рейс вышел в 79-м. 79 минус 33, целых 46 лет. Понятно, что тут все время что-то ломалось, но при наличии запчастей, материалов, здесь в общем все не бином гюттона. Все тут починить можно. Видите, дожил до нашего времени, живет полной своей трамвайной жизнью. С 33-го по 40-й год таких вагонов, моторных и прицепных, было сделано почти 500 штук. Но потом 41-й год. Война, блокада. В блокаду у нас трамваи не ходили 3 месяца, а все остальное время 95% перевозок осуществляли трамваи. Пассажирские, грузовые, санитарные, для фронта не только ремонтировали пути разбитые, поврежденные во время бомбежек каких-то налетов, но и строили новые линии даже. Летом продлили линию на островах и огородах. Была продлена линия к торфоразработкам, потому что электростанции работали на торфе. В общем все трамвай, на все случаи жизни. Но понятно, что в условиях налетов, бомбежек и обстрелов потери живой силы и техники мы несли. За войну, за блокаду мы потеряли 1 треть вагонного парка. А вторая половина сороковых годов. Наследие возвращается в город, снова нужен общественный транспорт. Завод наш работает на чугунной улице, трамвайные вагоны делает как может. Время еще тяжелое, вторая половина сороковых годов. И интеллектуальных ресурсов, и материальных ресурсов, всего мало. Ну ничего. Из того, что было, как получилось. Вот у нас за окном ЛМ-49, ЛП-49. То есть идея та же. Первый моторный вагон большой трехдверный, за ним такой же большой трехдверный прицепной. Внутри и снаружи мы видим уже выглядит по-другому во многом. Но электрический и механический еще далеко не ушел. Сам по себе тяжелый вагон. Ездил медленно. Двигатели там еще слабенькие, на неровности пути покачивались. Эти поезда по совокупности признаков стали называть слонами. Пойдемте представим, смотри. Пойдемте представим, смотри. Угу, угу. Симпатичные ходы, да, чистенько, но бедненько, видите, потолочек пониже, фанерочка, фанерочка. Ну, вот, да, прицепной вагон, две багажные площадки, причем там было даже понижено, да, а здесь уровень, потому что любое понижение, даже частичное, это удорожание проекта. Тут уже об этом как-то не думали. Дермантин, да, в 47-м году еще были фанерные сидения, вот по-другому расположены. Но этот вагон тоже ходил больше 30 лет и его ремонтировали, капитально ремонтировали. Ремонтировали, демонтин, поролон, а рамы с резиновым плотнением с форочками, это уже ремонт 60-х годов. И печки, трамвайки, подсиденьки, это тоже 60-е годы. В 49-м году еще самой идеи, что отапливать трамвайные вагоны по какой-то причине надо, нет, не было этой идеи. А в 60-е годы уже последствия войны преодолены, люди уже живут хорошо. Уже у нас в городе есть троллейбус, автобус, метрополитен. Там билет подороже, зато там тепло, светло, красиво, культурно. И трамвай тоже пришлось конкурировать. Эти вот черные трубочки, это все пневматическая система. И здесь действительно вот этот кран пневматический для экстренного открывания дверей. Если надо где-то выпустить пассажиров в какая-то аварийная ситуация, то это мог сделать в прицепном вагоне кондуктор. Потому что вагон вожатый у нас вон там, далеко-дляко, в моторном вагоне. Такой высокий. Да, вот всего три ступеньки, а вот как высоко. Здесь такой же вот речный пол у нас еще после ремонта его даже не поменяли. Хотя с 57-го года уже штатно наш завод строит вагоны ЛМ-57 с отоплением, мягкие сиденья, резиновые коврики. Водитель получает священное место штатное с 57-го года. Пойдемте посмотрим на вагон 57-го года. Он вам как-то не покажется красавчиком в РЗ-57. Но в лицо и ждет очереди на ремонт. А в молодости его звали? Стиляга. Кого назовут стилягой, да? Вот. Предыдущие вагоны все темно-красные, одинаковые. Стиляги, мало того, краску научились колеровать. Раскрашивали в два контрастных цвета, еще в разные. Зеленый-желтый, синий-желтый, ярко-орачивый, серый. В общем, они красивые. Вот этот вот был зелененький. Плюс форма у него, да, уже какая обтекает, как подводная лодка. Вот уже поворотники, габариты, хромированная отделка фар. Да. И он технически, это уже мощные двигатели, быстро бегает, легкий корпус алюминиевый. А ну и комфортный. У водителя широкая кабина он тут сидит, ему тепло. Но, чтобы ему не было скучно, пусть объявляет хоть остановки. Радиотрансляция. Тут же есть радиотрансляция. Ты чего, дошла на укритек? Ну, понятно, что не от скуки он объявляет остановки, а потому что кондукторы все переучились на вагоновожатых. И постепенно переходят в беспоминственную обслуживанию, приучают граждан. Но у нас там вот в витрине есть это, как написали. И как мне нравится, что не кондукторы. Что ж такое? Мы нашли там, знаете, скажи, какую-то лауну. Профессор-пантиматологический слава, идея. И какой-то, скажи, вот книг Петра Лаула, знаменитого нашего пианиста. И вот ему очень не нравилась эта идея. Ну, их тут хвалили, но в целом у нас там целая книжка, значит, ругательный позыв. Мне нравилось, окрашивала кондукторы, так все подомашие. И вот эти вот шкуляки, они все бегали по одному. По той же причине, что нет кондуктора, нет вагона прицепного. Бегали быстро, были красивые. Уже некоторые города, столицы, 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 которые, конечно, по-моему, что направили. Некоторые вагоны после ремонта снова возили пассажиров. Некоторые переделывали в парках грузовые. А вот этот, видите, вагон-лаборатория контактной сети. Внутри электроизмерительные приборы. Вот если отсюда посмотреть, сбоку, на крыше у него, между банковниками, которые, то ли, францем, стеклянным, да, то есть, выходя, не выходя под снег и дождь, можно контролировать визуальное состояние контактной сети. Где провесло, где испанчилось и так далее. Где уже пора ремонтировать, где еще подождать. Ну и восстанавливать вагон будет как лаборатория, конечно. Это очень интересно. Да. Ну и кроме того, что меняется внутри, меняется внешний вид, меняются в 60-м годах. Сами вы сделаетесь, как у вас, как у вас, как у вас, вот алюминий. Дерево заменяется пластмассом, алюминиемым, даже стеклом. И в 68-м году вагон, уже не узнать, как вайли вагон. Двадцать второй. Двадцать второй. Вот этот. И вон с вода к варюм. Проходите. А я на таком ездила, 22-й. Это единственный не наш, не ленинградский вагон. Этого года из города Ускорота. КТМ пятый, да. Вот он, 68-й год, никакого дерева в отделке. Пластмасса, алюминий, стекло. Вот резиновые коврики, вот штатное отопление. Присаживайтесь на сиденье. Какое сиденье? Да, мы вараоне решили сэкономить. Сэкономили на хромированных поручнях. Видите, алюминий, вообще много алюминия. Ну, 60-е годы. А я такие тоже помню. Увлекались там структуры алюминия. Ой, да. Ну, как ни бедненько было в сороковых годах, там поручни блестящие, гладкие, хромированные. Ну, да, выглядит так себе. Ну, от шаши не ехать. Зато кожево, нержавеет. Все это легкий металл, хороший. Рамы, видите, алюминиевые, много стекла, поэтому аквариум. А когда это довольно быстро, вот это резиновое уплотнение рассохлось, потрескалось, как вывели в промежутке, больше раз примерно каждый день. Вода стала так удачно капать на сиденье и на лонду пассажирам. Рыбки в аквариуме натуральные. Ну, я помню по молодости эти лужи на сиденьях. Ну, лужи, ну, а мне ехать. И вообще, никак это не смущало. Большинство пассажиров тоже. Ну, конструкторы решили эту проблему. Они убрали эти крыши в окна, сделали ровную крышу. Проблема герметизации не была решена. Вода стекала по стене не только снаружи, но и внутри. Но не прислоняйся к стене. Пристань локти, посмотри, если вода или нет. Все же очень просто. Ну, в целом, вагон, конечно, не соответствовал. И несколько еще десятилетий ЛМ-68М модифицировали и их продолжали делать. Причем следили за развитием науки и техники. Что-то появлялось, какие-то там тиристоры. Тиристоры напихали. Тиристоры вышли из моды. Там уже, уа, микросхемы. Давайте тут где-нибудь налепим микросхему. Ну, в общем, видите, тут уже водитель сидит. Удобная большая карбина. И уже не три каких-то жалких ручки, а целый пункт управления. Кнопочки, лампочки, тумблеры, амперметри, ватметрик, спидометр, часы, вентилятор. Боже мой! Вентилятор даже. Какое это, что вентилятор. Да, наши дети, особенно все. Но, поскольку это трамвай, то у нас слева ручка контроллера. А справа ручка пневматического тормоза. Это трамвай, детка, да? Ручной тормоз. Здесь есть вот эта ручка, серый рычаг. Ну, как и сейчас. И черная ручка на пульте. Это четвертый тип тормоза. В этом вагоне рельсовый электромагнитный. Этот вагон имеет четыре вот таких больших магнита. Электромагнита. И в случае экстренного торможения они падают на рельс и примагничивают вагон. Ого! Они пристегнутые граждане. Продолжают движение. Ну, понятно, что экстренное торможение каждый день не применяется. Ну, и даже сейчас, своими ушами слышала, в общественном транспорте робот иногда говорит. Граждане пассажиры, здесь идти за город. Приезжали из Кемерово посетители и добавили, не прислоняйтесь к дверям. У нас тоже по городу ходят, ну, в общественном транспорте не прислоняйтесь никогда к дверям. Это скучная, но хорошая привычка. Можно держаться за поршнем, не прислоняться к дверям. Потому что, как бы не было удобно, красиво, там, не знаю, розетки, вай-фай, телевизоры. Это транспорт, это техника. И все равно как-то искусственный интеллект нас еще не победил. Поэтому как-то заботимся о себе сами. Очень удобно. Ну, и да, здесь нет места кондуктора. Тут уже два способа оплаты проезда. Во-первых, можно купить билет в кассе, либо прокомпорсировать талон. Это два разных способа. То есть здесь мы за деньги покупаем, приходим в вагон с деньгами. Вот если я первый раз в трамвай, ничего не знаю, что почем. Тут написано, 3 копейки билет, 10 копеек паровоз, багажа. То есть вот там было 15,50, здесь 3,10. Вот проезд, багаж в три раза дороже, чем пассажир. Ну, чтобы не стимулировать, видимо, граждан возить тяжести в трамвай. Хотя это не помогало. Я вспоминаю, что мы с мужем в стиральную машину везли. Ну, а что тут, где там эти такси? Где там грузовой, что такое грузовой такси, мы даже такого и не было в природе. А тут трамвай. А стиральная машинка как раз она такая узенькая вошла в трамвай. Все, и отлично приехали. Отлично все привезли. Ну, в общем, так и большинство. Ну, то есть тут нужно было вот бросать 3 копеечки, крутишь ручечку, там катушка с билетами. Потом уже в парке приходят инкассаторы, вынимают деньги, считают, сдают там эти деньги. Ну, в общем, такая всякая движуха. А компостер, это не обслуживаемая машинка. Где-то там, на улице, пассажиры сами уже в киоске покупают вот такие талоны. Был опыт компостирования, да, талонов? Нет? Я слишком мало. Интуитивный интерфейс. Три компостера в этом вагоне. Три компостера в этом вагоне. Бумажка, конечно, не настоящая. Была тоненькая. Да, тоненькая влага. Ну, что мы стоим? Талон неподвоказирует, да, если считается оплаченным. Что работе в уголь с профилем рейдера, да. Ну, бумажка была тоненькая. Бумажка была тоненькая, волокнистая, такая, да, четвертый сон. Сейчас такая бумажка дороже, чем, наверное, пища. Контролер в каждом компостере свой рисунок дырочек. Контролер приходил со своей бумажкой, пробивал в каждом компостере и встречал с тем, что ему показывали пассажиры. Ну, способов обмануть государство и трамвайный парк было много. Ну, да, если нам снова придется ездить с талонами, мы и сами придумаем себе новые способы. 1987 год. Звездный час Ленинградского трамвая. Мы трамвайная столица мира. У нас почти 700 километров трамвайных путей, 66 маршрутов. Были очень длинные маршруты. Замучаешься ехать, ну, да, едешь за свои 3 копейки. В каждом парке были грузовые трамваи. Многие заводы и фабрики имели подъездные трамвайные пути. И даже кондитерская фабрика имени Крупская, пока она располагалась на улице Марата в центре, тоже был подъездной трамвайный путь. Конфета, погода. Ну, спасибо, вы зовут трамвайных вагонов. Ну, нет, конечно, но от железнодорожной станции, какие-то вот эти вот мешки и прочее, это все, конечно, некоторые заводы, вот, все в кабеле. Свою станцию железнодорожную построили. Ну, богатое было предприятие, не хотелось стоять в очереди там на вагоны, на что-то. Свою станцию построили на свои деньги, станция Нева, там, в Невском районе. Поэтому, да. Ну, вот, если сейчас увидите грузовой трамвайный вагон на улице, то, скорее всего, снимают кино. Вся спецтехника аварийки, и у нас сейчас автомобили. Да ладно. Потому что середина 90-х годов наше городское начальство решило бороться с трамваями. Снимали рельсы, упраздняли маршруты, закрыли грузовой трамвайный парк на Московском проспекте. Наши хотели снести, совсем сломать. Но не успели. Начальство шло на повышение, видите. Так что наш парк сохранился сейчас. Хотя, конечно, они порезвились. Эта программа еще в начале 2000-х там, наламывали, что называется. От 700 километров сейчас на 460. Ну, ничего, мы, в общем, не беспроблемно развиваемся. Прямо сейчас строится новая линия из Купчино, через Шушары, Пушкин, в Словянку. И много новых вагонов. Красивых, быстрых, теплых, тихих. А в Севоложке, Ржевка, ничего не строят? Планы есть, планы есть. Планы в Гармодио. Но вот сейчас конкретно строится в Шушаре. Ну, действительно, во Всеволожке все-таки там развески какие-то легче приехать, чем в Шушаре. Там, конечно, засада, засада. Там один вот этот въезд какой-то. Но эту линию уже строят. Там уже в Шушарах тротуары разломали, грязь развели уже. Так что уже через шоссе переход тоже построили. То есть ее прям строят. В ближайшие полтора-два года, я думаю, мы поедем. Все будет хорошо. Ну и моделей трамвая новых у нас много. Обычно мы небольшими партиями покупали, потому что трамвай такая штучка-то дорогая. Но последняя вот партия в Екатеринбурге, Уралтрансмарш завод. У нас заказано более 70 поездов. Поезда двух и трех сочлененные. И уже более 10 поездов уже у нас на маршрутах ездят. Теперь эти трамваи имеют свою фамилию. Да, Владов и Достоевский. Бирюзовый такой низ, кремовый верх и много хромированных деталей. Вот мы входили, тут один такой у нас стоял. Да, не катались на таких, нет? Ну, покатайтесь, выйдите из музея, переходите улицу и туда вот, на выборскую сторону прокатите самые новые. И планируется, что ближайшие два года, значит, центральный район, Петроградская сторона и Васильевский озор все будут вот они ходить, трамвайчики одинаковые, вот такие красивые, какой-то там стиль ретро или стиль модерн какой-то там. Ну, мировое первенство по километражу линии мы утратили, но в России мы все равно остаемся самым трамваем и троллейбусным городом. С троллейбусом наше начальство, слава Богу, никогда не боролось. Ну, еще с троллейбусами боролось. Электричество пока есть. Ну, с электричеством все хорошо у нас. А троллейбусы тоже сейчас готовы и варь. Здесь у нас 4 троллейбуса разных приемов и народов. А троллейбусы, а в 30-е годы началась троллейбусная история в Советского Союза. И в нашем городе в 36-м году. И вот у нас первый наш троллейбус, ЯТБ-1, Ярославль. Ярославский завод. После войны вот тот синий с желтым, это уже МТБ, Московский, Тушинский завод. А вот эти два, это уже в 2010-70-е годы, это уже специализированный завод. Если в Ярославле там тоже у нас моторный завод и автозавод, а в Тушино авиационный завод, ну, кому раздали разнарядку. Как только стало можно им не делать троллейбус, они бросили это дело. Ну, конечно, там и надо. И вот в Энкесе построили завод имени Унинского, завод полного цикла, проектное бюро, производство, испытательный, полигон. И они достигли хороших успехов. Ну, и надо сказать, что сейчас в Энкесе продолжают делать троллейбусы. Понятно, что юридические, физические лица все поменялись уже, но троллейбусы, нам-то какая разница, нам же ехать, вам шашечки ли ехать? Да, вот они делают низкопольные, с увеличенным автономным ходом, и все, в общем, все то, что нужно сейчас пассажиру. У нас они, пожалуйста, вот по-среднему ходят, по-невскому шнурям, друг за дружкой. В общем, наверное, я на этом закончу. Там у нас литрина с кассовыми компостерами. Если какие-то вопросы, спрашивайте. Ага, я побежала на трамвай. Хорошо, мы уложились, мы уложились, да. Спасибо огромное, супер, я еще приду. Напишите отзыв. Хорошо, спасибо. О, супер. Я еще даже хочу прийти, поснимать поподробнее. Еще вот этот. Ту-ду-ду-ду, служебный. Так, ну все, я побежала на трамвайчик кататься. Если он поедет. У меня билетик есть. Поедет? А, вот он. У-а-а-а. Супер. Ну, супер, сейчас и поеду. Вау, ну экскурсия вообще классная. Вот отсюда я пришла. Я еще пойду. Теперь, здрасте. Здравствуйте. Так, куда бы сесть, чтобы... О, вот здесь, около этого окошка открытого. Все. Сейчас поедем. Да. Я уже не могу. Нет, я вас уже не... Вау, ну...